Постепенные ограничения в стране отменяют. Касается это и нашего региона, но большинство развлекательных учреждений, спортивные центры, кафе, детские лагеря, торговые центры закрыты. А прекрасная летняя погода явно не располагает сидеть дома. Установившаяся жаркая погода, небывалый июньский разлив, соединивший орешек с окой, а также послабление мер самоизоляции. Все это привело к тому, что на рязанских водоемах даже в будние дни можно встретить огромное количество отдыхающих. Орешек, среда, обеденное время. Пляжи готовы к сезону, но пока распоряжения губернатора о том, что они открыты для посещения не было, по сути пребывание здесь является нарушением. Отношение к мерам профилактики у отдыхающих разное. Нет, не боимся, нормально все. Весь карантин, все хорошо прошло. То есть вы думаете, закончился и уже мер предосторожности? Не обязательно. Дистанцию, да, стараемся. Ну так, купаться тоже стараемся, нигде много народу. Стараемся выделять купальню отдельно. Помимо необходимости продолжать соблюдение профилактических мер, врачи рекомендуют во время жары особенно аккуратно отнестись к себе, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Жару нужно как можно меньше находиться под солнцем. Необходимо беречься от прямых солнечных лучей, носить головные уборы и обязательно брать с собой бутылку воды. От тяжелого физического труда, в том числе на дачном участке, лучше отказаться, насколько это возможно. Из рациона следует исключить жирную, жареную, соленую пищу, а также полуфабрикаты и газированные напитки. Нужно вести здоровый образ жизни и придерживаться режима дня. В любом случае сильная жара спадет уже к выходным. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».